Абазинский мост В предприятиях Хакасии «Абаканская станция пути» отмечает 100-летний юбилей. В эпоху целую прошла с момента, когда на Хакасскую землю пришли рельсы, железная дорога. Сейчас на предприятии трудится более 250 человек, которые уверены, их работа сложная, но интересная. 10 школ Хакасии преобразятся. Регион попал в федеральный проект. Новая мебель вся, оборудование в эти школы новое, обязательно должен быть проучен весь педагогический коллектив. Отделка предстоит по последним техстандартам, используя только современные материалы. Сегодня утром в поселке Сахарный у Стебаканского района сотрудники МВД и ФСБ Хакасии нагрянули в офис пивоваренной компании «Альпина». Выемка документов производилась в рамках проверки хозяйственной деятельности. Оперативники искали деньги и бумаги. Из достоверных источников РТС стало известно, что речь идет о миллиарде рублей, которое предприятие скрыло от налоговой. С момента открытия, то есть 2004 года, «Альпина» не показывала никакой прибыли. Более того, стабильно работала себе в убыток. Например, по итогам 2020 года предприятие ушло в минус почти на 70 миллионов рублей. Чтобы было с чем сравнивать, миллиард – это одна седьмая казна Абакана или сумма годовых налогов, которые платит в различные уровни бюджета ближайший конкурент «Альпины» – завод «Аян». Если сопоставить показатели этих двух региональных пивоварин, то при схожих мощностях и одинаковом штате они показывают очень разную выручку. «Аян» – 3,5 миллиарда в год, «Альпина» – полмиллиарда. Чтобы накопить теневой миллиард, нужной ли десяток лет или неслыханную наглость. По непроверенным пока слухам, предприятие сильно занижало объемы выпускаемой продукции. Кроме того, в схеме ухода от налогов мог быть задействован благотворительный фонд «Кристалл», который также связан с директором «Альпины» Александром Зубаревым. От официальных комментариев в ФСБ Хакасии воздерживаются, а по всем телефонам пивзавода включается автоответчик. «Здравствуйте, вы позвонили в компанию «Альпина». Нажмите «Ноль» или дождитесь ответа оператора». ЗВОНОК В СЕМОЧНОЕ ГРУПЕ РТС удалось дозвониться до Артема Зубарева, сына руководителя предприятия, который занимает должность коммерческого директора «Альпины». Впрочем, ясности этот разговор в ситуацию не добавил. Власти республики расторгли контракт с подрядной организацией «Прогресс-М». С июля по декабрь недобросовестным дорожникам было выписано более 30 штрафов на сумму в 3,5 миллиона рублей. Жаловались на фирму и жители Аскизского района, в том числе, кто вынужден курсировать по трассе Берегчуль, вершина Тёи, Бескомжа. В одном из недавних выпусков мы уже рассказывали об этой ситуации. В ходе проверки состояния дорог Минтрансам и Хакасавтодорам принято решение – контракт расторгнуть. До проведения аукциона обслуживанием будут заниматься другие подрядчики. Зарплата бюджетникам Хакасии на всех уровнях должна быть выплачена до конца декабря. Об этом сообщил Валентин Коновалов в ходе традиционного прямого эфира в соцсетях. Финансирование республика произвела. Как быстро деньги дойдут до людей, будет зависеть от расторопности бухгалтеров на местах, пояснил руководитель региона. Это же касается и некоторых январских пособий, которые часть жителей Хакасии получают за счет регионального бюджета. Стратегически важная переправа между Хакасией и Тувой по-прежнему остается в плачевном состоянии. Конструкция моста как будто пережила ударную волну от снаряда. Путепровод для двух регионов всякий раз идет в пляс, когда по нему едут машины. Время идет, а состояние моста становится все хуже. Еще летом корреспонденты РТС изучали и фиксировали вибрацию ветхой конструкции. Я прям чувствую, как он подо мной трясется, когда машина проезжает. Ситуация с аварийным мостом в абазе с мертвой точки не двигается. Он трещит по швам, часть ограждения угрожающей сползла вниз. Городской администрации ждут, когда переправу отдадут более рачительным хозяевам. Сейчас ей заведует Тувинская сторона. Луч света мелькнул на выборах Госдуму. Кандидат депутата Сергей Сокол побывал на проблемном объекте и пообещал разобраться, о чем гордо сообщил в своих соцсетях. Мы совместно с нашими коллегами должны пройти путь подготовки внесения изменений в правовые акты. Эту работу мы запустили. Что касается конкретно моста, по моей просьбе, в Рео главы республики Тыва дал поручение правительству увеличить текущее финансирование для абазинского дорожно-ремонтно-строительного управления. Самое главное, сегодня нужно выйти на то, что необходимо сделать экспертизу нашего моста, для того, чтобы дальше была возможность туинским, будем говорить уже коллегам, войти в программу. Но то, что это полностью сегодня вопрос, техническая составляющая вся лежит на дорожном хозяйстве Тувинской республики, поэтому я и прошу правительство республики Хакати зайти на переговорные отношения. Депутат говорил и о других абазинских проблемах, в том числе тяжелом положении на местном руднике. Абазинский рудник – главный в Хакасии центр добычи железной руды. Он является градообразующим предприятием для Абазы. Нельзя допустить его банкротства. Взял ситуацию на контроль. Проблемы у металлургов действительно есть, но о банкротстве и речи быть не может, подчеркивают в мэрии города. Вопрос ставится, понятно, о реконструкциях, вопросы о проведении ремонта их работ, о какой-то переработке. Я думаю, что время покажет, как в этом направлении двигаться. На сегодня нужно отметить то, что предприятие работает, поступления подоходного налога в бюджет нашего города есть, и они системные. Вот и получается, ситуация вроде как на контроле. Однако чем это пристальное внимание отличается от предвыборного обещания, не подкрепленного делами и фактами, пока не ясно. Жительница города угольщиков, которая хотела заработать на сдаче квартиры в аренду, угодила в лапы мошенников. Ей позвонил мужчина, который представился военнослужащим из другого города. Он якобы намерен снять у нее жилье. Злоумышленник предложил перевести жертве на карту плату за несколько месяцев сразу. Позже он вновь вышел на связь и сообщил, что сумма переведена, но так как его банковская карта является государственной, деньги на счету получателя не отображаются. Далее неизвестный предложил женщине пройти к ближайшему банкомату и совершить ряд манипуляций. В итоге доверчивая жительница Черногорска лишилась 45 тысяч рублей, а лжевоенный перестал выходить на связь. Полицейские выяснили, звонки были совершены из Самарской области. Ведется следствие. Злостного алименщика из города угольщиков судебные приставы отправили на обязательные работы. На содержание двух сыновей мужчина задолжал свыше 700 тысяч рублей. При этом официально трудоустраиваться не торопился, нанимаясь на отделочные работы. Когда алименщик приболел, то отправился в Черногорскую больницу, где его и обнаружил пристав. Нерадивого отца привлекли к административной ответственности. По решению суда должник проведет на обязательных работах 20 часов. Нижняя палата парламента на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает пожизненное лишение свободы для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних. В ходе обсуждения вопроса депутат Султан Хамзаев предложил ввести для таких преступников более жесткую ответственность, высшую меру наказания. Причем не только рецидивистам, но и тем, кто совершил подобное противоправное действие впервые. 20 школьников Хакасии, которые достигли успехов в учебе, спорте, искусстве и общественной жизни, получили свой первый главный документ из рук главы республики. Торжественное вручение паспортов лучшим из лучших в правительстве региона стало доброй традицией. Впереди у вас еще много, так сказать, вех в вашей жизни. Но главное, чтобы вы были достойными гражданами нашей страны, потому что права, которые есть у нас в Конституции, есть в наших законах, они всегда предполагают и ответственность. И это не менее важно. Ну, а с другой стороны, именно на ваши плечи ляжет в дальнейшем развитие нашей страны. В регионе заработал специальный чат-бот для детей, которые оказались в трудном положении. С его помощью школьники могут позвонить по экстренному номеру или напрямую связаться с круглосуточной службой психологической помощи. Также виртуальный помощник содержит полезную информацию. Например, что делать, если заблудился в лесу, начался пожар, застрял в лифте и многое другое. Для удобства бот запустили в двух популярных месседжерах – Телеграм и Вайбер. Достаточно лишь набрать в адресной строке месседжера «Help.Bot.Pomogus» и подписаться на него. Десять школ Хакасии полностью преобразятся в ближайшие годы. Республика вошла в очередной федеральный проект. В учреждениях образования проведут капитальный ремонт. Контролировать работу будут специалисты министерства, депутаты и родители. Учтут строители даже мнение учеников. Это одно из основных требований проекта. Известно, что в следующем учебном году строители зайдут в Сорскую школу номер 2, а также в два учреждения Орджоникидзевского района и по одному в Таштыдском и Алтайском. Самый дорогой ремонт одной школы обойдется федеральной казне в 37 миллионов рублей. По условиям программы местные бюджеты должны будут также поучаствовать в преобразовании учебных заведений. За счет средств регионального бюджета новая мебель вся, оборудование в эти школы новое. Обязательно должен быть проучен весь педагогический коллектив в эти курсы повышения квалификации и обеспечена полностью антитеррористическая безопасность. То есть это, по сути, будет новая школа. Это будет, по сути, новая школа. Абаканская станция «Пути», одной из старейших на Красноярской железной дороге и первое железнодорожное предприятие в Хакасе, отмечает 100-летний юбилей. В честь исторического дня рождения рабочие передали в ЖД-музей новый экспонат – фрагмент современного рельса. Данная конструкция данного стыка позволяет пропускать поезда массой и весом более 14 тысяч тонн. И со скоростью 90 км в час для грузовых поездов и более 140 км в час для пассажирских. История предприятия тесно переплетается с историей Хакасии. В 1911 году знаменитый инвестор и предприниматель Вера Баландина профинансировала строительство ветки Ачинск-Минусинск. Путь прошел у села Усть-Абаканское. Так, благодаря железной дороге, этот населенный пункт начал развиваться и превратился в Абакан. Ветеран предприятия Владимир Анопко видел собственными глазами, как происходили изменения. Менялось все. Модернизировались пути, стрелочные переводы и рельсы. А ведь еще 30 лет назад об укладке безстыкового, или как его называют железнодорожники, бархатного пути не могло быть и речи. Сто лет, много или мало. В эпоху целую прошла с момента, когда на Хакасскую землю пришли рельсы, железная дорога. Судить о этом вековом пути можно, судя по тем экспонатам, которые представлены в этом музее. Владимир Иванович Путеец. Этой профессии он посвятил всю жизнь. Работать приходилось при любых погодных условиях и даже ночью. Говорит, что сейчас трудиться на путях стало намного проще. Стыки на рельсах больше не нужно проверять вручную. Есть современные дефектоскопы. С его помощью можно легко обнаружить поломку. Сотрудники Абаканской жидостанции говорят, работа сложная, но интересная. На предприятии трудятся свыше 250 человек. Сейчас они обслуживают 170 километров железной дороги. В том числе один из самых грузонапряженных участков на южной ветке Транссибирской магистрали. Хакасскому национальному драмтеатру имени Тапанова 90 лет. Коллектив принимал поздравления на юбилейном вечере. В фойе организовали выставку. Представлены оригинальные декорации и реквизиты из спектаклей. Самые яркие страницы своей истории актеры оживили на сцене. Театр начинает отчет времени с 6 ноября 1931 года. Труппа возникла на базе художественной самодеятельности синеблузников. Так называли артистов, которые одевались как советские рабочие с агит плакатов. Постановки на двух языках. Русском и хакасском. Первый художественный руководитель, режиссер, поэт, драматург и музыкант Александр Михайлович Тапанов. Его имя присвоено театру 20 лет назад. Со дня основания коллектив начал поиски новых форм работы. Писал и переводил пьесы. Война. Парни студии ушли добровольцами на фронт. Великое отечественное восстановление страны, современное осмысление народного фольклора и эпоса. Все это отражалось на актерах и репертуаре. Спектакль «Окон», поставленный в 40-м году, положил начало хакасской драматургии. В летописи театра много громких постановок, ярких актерских имен, гастролей и наград. Хочу поздравить вас всех, поздравить коллектив нашего театра с 90-летием. Мы действительно гордимся талантливым коллективом театра, от себя лично, от всего состава правительства, от жителей. Хочу выразить им огромную признательность. За многолетний труд и вклад в развитие театрального искусства медали «Трудовая доблесть Хакасии» удостоенный режиссер-постановщик Юрий Майнагашев. Звание «Заслуженный артист республики» присвоено Максиму Султрекову. Заслуженный деятель искусств – Саяне Ултургашевой. Четверть века назад она пришла сюда как актриса. Думала, режиссер – самая скучная профессия. Но сцена так увлекла, что теперь Саяна сама ставит спектакли. Без театра нет нации, поэтому пусть наш театр процветает. Много разных проектов, чтобы у всех было вдохновение о зрителе, чтобы нас любили и приходили в наш театр. Сегодня в афише больше 40 спектаклей по пьесам хакасских авторов русской и зарубежной классики, современной драматургии. Театр имени Топанова признан самобытным, уникальным коллективом и занимает достойное место среди профессиональных театров России. А в ближайшие годы начнется строительство собственного здания театра, о котором мечтало не одно поколение актеров.